Доброе утро, дорогие телезрители! Я стою в клумбе лилейников. Эти лилейники были пересажены сюда поздней осенью в прошлом году. Когда я их покупала, ну не все сразу, конечно, то я их старательно садила там, где побольше солнышка. Ну посадила их перед малиной. Малина их, конечно, просто задавила, пришлось их отсадить. Но несмотря на то, что они только пересажены, вот из этих всех кустов, кустов, наверное, 12-15, цветут. Хочу обратить ваше внимание, лилейник выбрасывает очень много бутонов. Видите? Но вот цветет он всего сутки-двое. И то, что отцвело, нужно обязательно убирать, не давая образовываться семенам. Потому что на образование семян тратится основная сила растения. А для того, чтобы распустить следующий цветок, надо очень сильно постараться. Очень красивые желтые, очень крупные. Вон там расцветает вообще какой-то гофрированный. Честно сказать, не помню сорта, но здесь их очень много. И я надеюсь, что в следующем году их цветение будет просто, ну, изумительным. Вот нечаянно сломала бутон. Обратите свое внимание. Как жалко. На нем еще было три бутона. И у каждого цветоноса их достаточное количество. И когда клумба достаточно, ну, скажем, плотно посажена, тогда цветение, кажется, не прекращается все лето. Но хочу сказать, что вот эти лилейники – это гибриды. Они действительно изумительно красивые и необыкновенные совершенно. Но есть лилейники, которые растут у нас в тайге. Высокие желтые лилии, так мы их называем. Есть оранжевые краснодарские. Вот рядом их высаживать нельзя ни в коем случае. Они переопыляются. Расстояние между лилейниками такого вида и гикоросов, к которым относятся высокие лилейники, их просто нельзя сажать рядом. Они обязательно палятся. Должно быть примерно метров 40-50 между ними. Тогда все будет в порядке. А в итоге, если вы поставите их рядом, то получите все в диком виде. Понимаете, как это некрасиво будет? Ну, кормить их обязательно, поливать их обязательно, рыхлить. Но ухода за ними особого какого-то просто нет. Вот 1-й, 15-го августа, помните, да? Сульфат калия и суперфосфат для того, чтобы корневая система развивалась очень мощно, для того, чтобы почки цветочные закладывались не в один цветонос, а в несколько, а на несколько по 5-6 штук. Это будет очень и очень хорошо. И я надеюсь, что вы все будете делать правильно, не совершая ошибок, которые совершали мы. Всего доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Редактор субтитров А.Семкин